ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Владимир Осичкин выступает в программе Игоря Новых Грэм. Как сказал один из наших источников сегодня, что скорее всего в ближайший год, в течение года, Сергей Шойгу встретится с Евгением Пригожиным. Две недели назад я звал Сергей с канала ИТОН-ТВ. В своей программе на канале ИТОН-ТВ Интер сообщил о том, что Сергей Шойгу смещен с поста министра обороны и отправлен под домашний орех. А оттуда, возможно, отправиться в места не столь отдалённые, если не на самые небеса. И это видео набрало тогда более 400 тысяч просмотров. Но были и те, кто мне тогда не поверил. И эти немногочисленные правды, по мы неверующие, чего мне только не писали. Мол, и обкурился дед, и старый провокатор, и несу какую-то херню. Скажите теперь то же самое известному российскому правозащитнику Владимиру Осичкину. Или напишите об этом ведущим российским информационным агентствам, которые также сообщили вчера об этом факте. Об отставке Шойгу. Ассалям алейкум, дорогие друзья. С вами снова я, Злой Киргиз, канала Элитон ТВ. Не забывайте, пожалуйста, ставить лайки, писать комментарии, как положительные, так и отрицательные. Делитесь этим видео в социальных сетях. А также, если есть такая возможность, делайте нам донаты, ведь правда, как известно, стоит денег. И отдельное огромное большое спасибо всем тем, кто такие донаты уже сделал. И вот вчера, кстати, пришел рекордный донат за всю историю моих программ. Это была очень значительная сумма. Спасибо вам, мой безымянный зритель. Что то, что происходит в эти дни в Москве, на самой верхушке российской власти, в Кремле, я предсказал еще две недели тому назад. А вот вчерашний фрагмент из срочной, пресрочной программы «Игрянул ГРЭМ», с которой вышел вчера в эфир один из самых уважаемых мной оппозиционных российских комментаторов Вадим Родионов. Здравствуйте, мы начинаем наш специальный эфир. Меня зовут Вадим Родионов, режиссер Артур Григорьев. И сегодня вместе с экспертами мы постараемся понять, что происходит вокруг Владимира Путина, потому что новость с пометкой «Молния», которая появилась на информационных агентствах, свидетельствует о том, что Сергей Шойгу, Шойгу, простите, многолетний министр обороны, а близкий сторонник Владимира Путина, был отстранен от должности. Итак, Сергей Шойгу снят с поста министра обороны России и переведен в Совет Безопасности. При этом новый Совет Безопасности лишен всех тех полномочий всей той силовой составляющей, которые были у него при Патрусове. Фактически Шойгу посадили в камеру, которая выглядит как декорация большого кабинета со множественным телефонных аппаратов, только у этих телефонов обрезаны все провода, и позвонить с этих телефонов никуда нельзя. Я был первым, кто сообщил в прямом эфире о том, что Путин готовится сместить Шойгу с главного силового поста страны. Откуда я это узнал? Я не скрываю. У меня нет своих людей в ФСБ России или в Кремле. Я просто очень и очень внимательно читаю российскую и мировую прессу. А еще я, возможно, лучше, чем другие, умею думать, сопоставлять факты и анализировать возможные последствия событий. Вот что я сказал две недели тому назад. Национальная гвардия Москвы и Московской области приведена в повышенную боевую готовность. Подмосковной краснознаменной гвардейской Таманской танковой дивизии, которая базируется в Наро-Фоминске 25 километрах от Москвы, отменены все отпуска. В воздухе снова запахло воденным переворотом. А вот что вчера сказал Владимир Осийский. И несколько дней назад нас предупреждали о том, что целый ряд подразделений ФСО и ФСБ планировали определенные спецмероприятия в здании Министерства обороны на Фронтинской набережной. И тогда один из наших коллег-скептиков говорил о том, что вы сгущаете тучи, значит, это все будет связано с парадом. Но большая часть наших коллег склонялась к тому, что действительно будет реализована спецоперация по освобождению Фронтинской набережной от клана Шойгу, Цаликова, Иванова и так далее. И вот сегодня уже мы видим официально этому подтверждение. Что касается Сергея Шойгу, это человек, который сегодня остался абсолютно неудел. Как я и говорил, самое главное, чего боится стареющий диктатор, это заговора против себя самого. Вот фрагмент моей программы «Последний парад Шойгу», которого я выпустил в эфир два дня тому назад. Стареющий диктатор Владимир Путин, ранее известный тем, что хранил верность своим старым друзьям и соратникам, начинает впадать в маразм. Как это и бывает со старыми тиранами, ему теперь повсюду навешатся враги и враждебные заговоры. И он начинает, как говорит Батька Лукашенко, перетрахивать правительство. Он их трахал, трахает и будет перетрахивать. И это мое мнение полностью подтверждается словами Владимира Осичкина, сказанными вчера вечером. Судя по тому, что я знаю, до последнего и на Лубянке, и в Кремле там не подозревали, а опасались рецидива событий июня прошлого года. В своей программе двухдневной давности я позволил себе в волю поиздеваться над бывшим военным министром. В мгновение ока, превратившегося из главного силовика России, в пустое место, в дырку от бубрика. Сижу за решеткой в темнице сырой, вскормленный в неволе орел молодой. Мой бывший товарищ, махая крылом, трававую пищу клюет за окном. Возможно, эти самые бессмертные строки великого русского поэта звучали в голове бывшего министра обороны России, когда он в открытом лимузине проезжал мимо бронированной застекленной трибуны своего бывшего близкого товарища. Шойгу, который вот уже несколько дней сидит под домашним арестом, и который выпускает к людям, чтобы пока не придет время не порождать лишних панических слухов, с каменным лицом катился по красной площади. Возможно, электронный браслет, одетый на левую ногу высокопоставленного арестанта, больно натирал ему лодыжку. Не знаю. Однако, по всему было видно, что Сергей Кожигетович не очень рад нынешнему параду. Потому что для него это был явно последний парад. И чуть забегая вперед, скажу, что дни Патрушева и его клана также сочтены. Сейчас он, очевидно, получит какое-нибудь тепленькое, но незначительное местечко вне силового блока. А когда страсти улягутся, он тихо и скоропостижно скончается где-нибудь в кремлевской больнице или на отдаленной даче. Почему? Да потому, что слишком много власти на себя взял. Потому, что от него и его клана стала исходить реальная угроза власти самому Путину. И в завершение программы я снова процитирую самого себя. Некоторое время назад в Кремле, в Москве, в России началось то, что всегда случается в подобные исторические моменты. Многочисленная кремлевская филика, расслабившаяся и успокоившаяся на своих хлебных местах, видев впадающего в семейное состояние Владимира Путина, решила, что теперь самое время сменить этого президента на другого, тоже своего, но более молодого. Кремлевские башни, кланы, силовые корпорации и группы влияния на перегонки принялись выдвигать свои кандидатуры и бороться с соперниками, всячески подсиживая их и собирая компромат друг на друга. Тогда и полетели головы помощников заместителей и прочей кремлевской швале. Но старый орел в главной башне Кремля или, если вам так больше нравится, старый страдатник, на самом деле не спал и не расслабился. Это была только обманка, игра, проверка на вшивость. Он позволил своим царедворцам думать, что именно они теперь будут решать судьбы России, а сам тем временем внимательно наблюдал, кто из приближенных продаст его первым. И вот час расплаты настал. Плохая им досталась доля. Немногие вернутся с поля. Завтра лишь некоторые, наименее амбициозные из бывших министров, вернутся в свои теплые кабинеты и в свои насиженные костлявыми жопами кресла. Многим из них вскоре предстоит сменить пиджаки от Диора на тюремную рогу. Произойдет это, конечно, не сразу. Сначала им для вида дадут какую-то второстепенную должность в каком-нибудь второстепенном комитете, а потом однажды ночью за ними приедет пресловутый черный воронок. И первый, вернее второй человек, вся голова политики след за головой Шойгу, это председатель Совета Безопасности Патрушин, который уже не стесняясь заявлял о своих претензиях на верховную власть. И даже уже однажды скорополительно похоронил Путина, перепутав карманы и вытащив по ошибке заранее заготовленный доклад и прочитав вместо здравицы надгробную речь по своему хозяину. Такого не прощают. Бывший Друган, надежный партнер по жизни Владимир Путин, который лично обещал Патрушеву передать власть его сыну Димочке, просто играл. Испытывал его на верность. И всесильный председатель Совбеза этого испытания не прошел. А ведь только конченый идиот мог попасться на этот крючок. Даже Барану понятно, что Путин уже давно решил сам остаться у власти. И теперь он с семимильными шагами пойдет по пути намеченным вождем народов товарищем Сталином. Он свернет головы всем и каждому, кто хоть однажды так или иначе усомнился в его способности править до скончания века и кто стал самонадеянно подышкивать на его место своего кандидата. Скоро, скоро полетят головы. Нож путинской гильотины уже занесен. И именно поэтому он так радостно и так зловеще хихикал себя на параде победы в окружении паноптикума эскалированных убийц псевдоветеранов и забальзамированных старух. Красное колесо восходит над столицей России. Аминь. Ассалям Алейкум дорогие друзья. Ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь этим видео в социальных сетях и присылайте нам донаты. И еще раз отдельное спасибо всем тем, кто такие донаты уже сделал. На этом сегодня все. Амазраэль Хай Металигин.